Всем привет! Данное видео будет посвящено обзору и настройке цифровой DVB-T2 приставки GeoUni. В чем преимущество и в чем отличие этой приставки от всех остальных в том, что она поддерживает операционную систему Android со всеми вытекающими отсюда плюсами и, возможно, минусами. Но вначале в двух словах скажу, что такое цифровое эфирное телевидение. Это возможность бесплатно просматривать цифровые каналы. В России оно уже довольно давно, несколько лет. Вышки телевизионные, ставящие цифровые каналы, вещают 10, 20 или 30 каналов в зависимости от вышки. В чем основные плюсы цифрового телевидения? Первое, то, что оно бесплатное. Второе, в хорошем качестве. То есть у цифрового телевидения в основном два состояния. Либо оно ловит и картинка качественная, хорошая, либо оно не ловит. Есть пограничное состояние, когда картинка может рассыпаться на квадратике, но оно довольно узкое и в основном можно отметить два состояния. Работает, не работает. Еще один плюс в том, что поймать цифровые диабиты два канала можно на расстоянии от вышки, находясь до 100 и даже более километров. У нас есть видео, где мы тестируем такую антенну. Можете на нашем канале зайти и посмотреть. Что нужно для того, чтобы добиться цифрового телевидения? Первое, это диабита два антенна. Мы рекомендуем уличные диабита два антенны. Только если вы находитесь в городе, там на каком-нибудь этаже, вышка относительно недалеко, то можно использовать комнатную антенну. Второй момент, это либо ваш телевизор должен поддерживать стандарт диабита два, либо же вот такая или аналогичная ей приставка, которая поддерживает этот стандарт. Итак, предлагаю перейти уже к приставке Geunia. Вначале в двух словах характеристики. Они, в принципе, все указаны на коробке. Здесь написано, то есть, прием цифрового телевизионного сигнала диабита два, Android версия 4.4.2, оперативная память 1 гигабайт, УЗУ 4 гигабайта, четырехъядерный процессор А5 частотой 1.5 ГГц, поддержка MPEG-2, MPEG-4, поддержка высокой четкости до 1080p, светодиодный четырехзначный экран, многоязыковое меню, функция PVR записи и тайм-шифт, то есть, временный сдвиг, различные разъемы, в том числе два разъема USB 2.0. Вот, в принципе, основные такие характеристики. Ну, основной ее плюс, как я уже говорил, это Android версии 4.4.2. Из-за этого откроются большие возможности этой приставки. То есть, как вы понимаете, на нее можно устанавливать приложение с маркета и тем самым расширять возможности этой приставки. Так, далее предлагаю перейти к комплектации. К комплектации уходит руководство. Сама непосредственно приставка. Но о ней чуть-чуть попозже. Кабель HDMI. Кабель миниджек на RCI или тюльпан. Блок питания. Батарейки. Две штуки. И пульт управления. Пульт управления немаленький, глянцевый. Вот такого внешнего вида. Давайте более подробно рассмотрим приставку. Как видите, она небольшого размера. Довольно очень небольшого размера. Спереди мы имеем логотип Android. В принципе, никаких кнопок впереди нет. Сбоку у нас один USB-разъем. Сзади еще один USB-разъем. Вход для подключения антенны. Аудиовыход. Разъем для подключения к телевизору. Вот этот разъем. Монюджек. И тюльпан в телевизор. Порт Ethernet для подключения к интернету. HDMI-выход. И разъем для подключения питания. Выполнен он из пластика черного цвета. Впереди глянцевый. Сейчас остальная часть матовая. Предлагаю, что не затягивать видео, а подключить уже эту приставку к телевизору и посмотреть ее возможности. Итак, сейчас мы подключили гиуник к телевизору. Подключили с помощью HDMI кабеля. Рекомендуем подключать именно с помощью HDMI кабеля, поскольку он передает разрешение видео в высоком качестве. Подключили комнатную антенну. И первое, что предлагает сделать приставка, это выполнить поиск каналов. Нажимаем ОК. Автопоиск. И выполняется поиск. Мы используем комнатную антенну, но, как говорили ранее, лучше использовать уличную антенну. Комнатную мы используем, потому что находимся на девятом этаже. Это город, поэтому вышка относительно недалеко. И прием уверенный получается из комнатной антенны. А в чем преимущество уличной антенны? Если вы, предположим, живете в деревне, село, деревне, то вполне возможно, вокруг вас есть несколько вышек телевизионных. Они могут находиться на разном расстоянии, но вещать могут разное количество каналов. То есть, одна вышка может вещать 10 каналов, другая 20, третья 30. И с помощью уличной антенны вы можете направить в сторону той вышки, к которой хотите подключиться. И тем самым, вы будете иметь возможность смотреть большее количество цифровых каналов. Комнатные же антенны зачастую подключаются к тем вышкам, которые ближе всего, у которых сигнал лучше. Это одно из преимуществ использования уличных антенн. Ну и второе, то что они, безусловно, дают меньше помех. И в цифровое телевидение у вас довольно редко будет пропадать. То есть, всегда будет работать более стабильно, нежели с комнатной антенной. И так как вы видите, нашлось 20 каналов и 3 радио. В принципе, то, что и должно было найтись. Выполняется, оканчивается поиск. Вот он пишет, что все найдено. Давайте попереключаем каналы. Внизу вы можете видеть информацию, что за канал, что идет, что будет идти. Далее предлагаю зайти в меню и посмотреть, что предлагается в меню. Итак, в меню есть три основных меню. DB, DTV, приложения и настройки. DTV – это все, что относится к цифровому телевидению. В частности, вы можете здесь настроить каналы. Есть менеджер каналов. Можете редактировать списки каналов и так далее. DB, DTV – настройки, извините. Можете смотреть родительский контроль. Настройки PR – это настройки записи на USB-носитель. И есть телегид. Можете открыть. Вот все, что касается DTV. Если перейдем… Приложение я предлагаю немножко оставить. Перейдем в настройки, посмотрим. Настройки сети. Здесь вы можете настроить сеть. Подключить приставку Geonic к интернету можно с помощью двумя способов. Либо с помощью LAN кабеля. Разъем я показывал здесь сзади. Либо с помощью Wi-Fi. Давайте подключим с помощью Wi-Fi. Для этого необходимо включить Wi-Fi и подключиться к беспроводной сети. Поскольку это Android, тут значительно удобнее использовать клавиатуру и мышь. В данном случае я использую вот такой вот комплект клавиатуры и мыши. Вы его можете приобрести в отряд-магазине Netwell. Там же можете купить Geonic. Подключаем адаптер с задним USB-разъемом. Сразу скажу, что, скорее всего, не все клавиатуры и мыши беспроводные можно использовать. Можно подключить USB-мышку и USB-клавиатуру. Тоже работает в ProBoil. Итак, подключаемся к беспроводной сети. Для ввода пароля я использую клавиатуру. Так, подключен. Все, теперь вы подключили Geonic к интернету. Так, продолжаем. Настройки выполнили. Настройка изображения. Можете настроить звук. Язык. То особо не настрою, что это на один. Системную информацию посмотреть. Сбросить настройки, если это необходимо. Дополнительные настройки. Можно открыть. Откроется классический интерфейс Android. Так, обновление систем. Можно обновить систему. То есть, можно выполнить резервное копирование. Вначале. Потом обновить. Здесь обновление онлайн. То есть, через интернет. Мы сейчас делать этого не будем. Сколько это занимает время. Есть функция. Так, извините. Очистки памяти. И настройка применения. Так. Далее я предлагаю перейти к возможностям, которые можно реализовать с помощью USB флешки. То есть, посмотреть, что за медиапроигрыватель этот Geoni. Что он позволит прочитать или не прочитать с USB носителя. В данном случае используем флешку 32 гигабайта. Сбоку есть еще один разъем. Напоминаю, их два. Подключаем. Эта же флешка использовалась для тестов World Vision и Ariel. Так вот, мы ее открыли. Давайте попробуем открыть фото. Воспроизводит. Фоторазрешение 1920 на 1080. Так, далеко вышел. Воспроизведем музыку. MP3 файла. Давайте с помощью. Есть различные приложения. Приложение можно добавлять. Как вы слышите, наверное, музыка пошла. То есть, все работает. Давайте попробуем воспроизвести файлы. Различное расширение разрешения у этих файлов. Можно перемотать. Как вы видите, воспроизводит. Давайте еще один файл. Сразу перемотаю. Как вы видите, в принципе, без особых проблем. Давайте, чтобы все они воспроизводить. Вот тут есть тяжелый файл. Сейчас я вам еще раз покажу. Почти 8 гигабайт есть. МКВшный. Давайте его попробуем еще. Так, перематываю. Как вы видите, без проблем. То есть, в мультимедиа, с USB-носителя, флешки, можно просматривать фильмы, видео, музыку. С этим проблемой, я думаю, ни у кого не возникнет. Итак, давайте перейдем к, наверное, более интересному. Это к приложениям. Тут уже в GeoUni установлено довольно много приложений. Сейчас я вам покажу их список. То есть, зайдите в меню «Все приложения». Вот все приложения, которые установлены по умолчанию. Их можно вывести вот в это быстрое меню. То есть, как это делать? Здесь пустые поля. Предположим, нажимаете меню. И выбираете, что вы хотите там. Какое из приложений должно там быть. Предположим, и вот оно тут теперь будет. Ну и также можете запустить приложение, предположим, в YouTube. По каким-то причинам он пишет, что оно не установлено. Хотя оно установлено. Давайте его еще раз добавим. Нажимаем меню и еще это приложение. Вот приложение YouTube. Нажимаете ОК. Говорит, что доступна новая версия. Но сейчас мы устанавливать не будем, дабы не затягивать видео. Аккаунт тоже сейчас создавать не будем. И вот, пожалуйста, вы можете просматривать YouTube. Все работает, как в Android. Без проблем. Так же можете выполнить поиск. Что-нибудь найти. То видео, которое вам интересно. Так, вот, откроем канал. Это наш канал. И, пожалуйста, все открывается, все работает. Так, с YouTube разобрались. Увидели. Можно открыть полноценный браузер. Можно серфить интернет. Для этого можно использовать встроенный браузер. Можно установить свой. Но для этого необходимо зайти в Play Market. Добавляем его. Заходим. Заходите или создаете новый аккаунт. И попадайте в Play Market. Здесь, кто не знает, куча всяких приложений, которых можно устанавливать. И тем самым расширять возможности приставки GeoUni. Давайте установим какой-нибудь браузер. Например, Chrome. Находим его в поиске. Нажимаем установить. Я думаю, процедура это всем знакомо. Кто пользовался Android. Классический случай. Я думаю, многим знаком. Как большинству точно. Происходит загрузка. Загрузка произошла. Теперь происходит установка. Теперь нажимаем открыть. Отвечаем на несколько вопросов. И открывается Chrome. Ну а дальше, как многие знают, заходим на страницы. Вводим, что захочем. Полноценный серфинг интернет. То есть, пласть. Если подключить клавиатуру, как я в этом случае сделал, то вообще очень удобно получается. Потому что с пульта управления что-либо набирать в поисковой строке, это, конечно, то еще удовольствие. Для того, чтобы выйти в основное меню, если вы вдруг зашли в какое-то предложение, на пульте управления есть кнопка Home. Вот она. Нажимаете. И она перебросит вас в основное меню. А тут можно, предположим, вместо классического браузера выбрать Chrome. Вот. И что-то как быстрое меню получается. Отсюда можно будет сразу запускать. Итак, YouTube попробовали. Браузер попробовали установить. Ну, теперь необходимо попробовать установить, я думаю, какую-нибудь игру. Но вот тут, на самом деле, не все так просто, что касается игр. Потому что мы пробовали устанавливать различные стрелялки, гонялки и так далее. Но далеко не все идет. И очень мало, что идет на самом деле. Потому что многие игры рассчитаны на то, что вы будете рассчитаны на мобильные устройства. Телефоны, смартфоны, планшеты, которые вы будете наклонять, тем самым будете управлять. Такие игры вам не удастся запустить. То есть, или бывают такие случаи, когда игра устанавливается, все замечательно, открывается основное меню, а нажать кнопку «Играть» вы не можете, потому что мышкой нажимаете, не получается. и клавиатурой, и пультом управления. То есть, игры не рассчитаны на то, что вы будете запускать их где-то, кроме как на мобильных устройствах. То есть, тут надо все пробовать. Можно, например, пробовать установить World of Tanks Blitz и столкнулись с тем, что, во-первых, не хватило места. Мы подключили USB-флешку, и он предложил установить на нее. Мы согласились, и в итоге прождали минут 30. Процесс загрузки прошел довольно быстро, а процесс распаковывания файлов затянулся, и мы забросили это дело, потому что все, процентов 15-20 прошло быстро, остальные 1% минут 10-15. В общем, мы завязались с этим делом. Ну, а другие приложения ставили, как я говорил, либо меню недоступно, либо какие-то, в общем, есть такие нюансы, поэтому не обольщайтесь по поводу Геуни, что вы подключите, и на телевизоре будете прям во все гамать. Нет, к сожалению, нет. Но есть на самом деле игры такие простые и незатейливые, которые нам без проблем удалось запустить. Это шашки. Я думаю, такие игры, которые рассчитаны на то, что на одно нажатие, они должны работать без проблем. Шашки, шахматы, какие-то настольные игры. Возможно, есть игры, гонки какие-нибудь, или стрелялки, которые пойдут. Нам просто не повезло, мы на несколько наткнулись, которые не идут. Если у кого-то есть возможность проверить, кто-то приобретет эту приставку, или у него уже есть, и вы знаете, какие игры идут, пожалуйста, напишите в комментариях. Я думаю, всем будет. Приятно. А вот шашки, пожалуйста. То есть игры, где простое управление нажатием, они идут без проблем. Вот. Сейчас выходим в основное меню. Нажимаем общим home. Итак, что можно сказать приставке Geuni. Безусловно, достойное устройство, поскольку по... Стоит оно довольно недорого, на самом деле. Можете зайти в этот магазин Netwell, ссылка под видео есть, и посмотрите, сколько оно стоит. Недорого для такого устройства, на наш взгляд. Что оно позволяет делать? Без проблем можете смотреть цифровое телевидение. Без проблем. Единственное, что нужно, антенна, естественно, или комнатная, или уличная. Без проблем воспроизводят медиафайлы с USB-носителя. То есть, если вдруг какой-то плеер у вас что-то не производит, не воспроизводит, то вы всегда можете установить другой плеер с плей-маркета и воспроизвести им. То есть, тут гибкость такая довольно существенная. Тоже без проблем. Подключили USB-устройство, зашли, посмотрели, нет проблем. Сёрфить интернет. Пожалуйста. Установили браузер, который вам больше нравится, подключили клавиатуру, как на компьютере. В принципе, лазите, открываете страницы, сайты, смотрите. Захотели посмотреть YouTube? Пожалуйста. Есть еще куча сервисов. Например, давайте пройдемся. Я, к сожалению, небольшой знаток Android. И некоторые иконки для меня тут незнакомы. Тем не менее, браузеры и так далее есть. Есть также, предположим, Miracast. То есть, это возможность подключить ваше мобильное устройство и просматривать его на экране. То есть, экран мобильного устройства будет на телевизоре. И так далее. Тут, в принципе, воля творчеству не ограничена. Еще один нюанс, который я почему-то забыл. Есть еще такая кнопка тут IPTV. Оно привязано к приложению. Можете другим приложением, на самом деле, пользоваться. Кому как удобно. И с его помощью можно просматривать IPTV, IP-теревидение. Плейлист. И указывайте путь к плейлисту. Это USB-носитель. Вот External Storage. Датой у нас тут есть папка IPTV. И вот каналы. Нажимаете ОК. Вот происходит обновление. И вот они каналы, которые в данном плейлисте. Давайте попробуем их открыть. Как вы видите, работает. Переключаются каналы. То есть, как вы видите, IPTV тоже можно смотреть. Особых проблем это не вызывает. Главное найти этот плейлист, в котором работают все каналы. Вот. То есть, возможности этой приставки, конечно, очень большие. Плюс еще можно останавливать игры, правда, не все. То есть, возможности приставки действительно большие. И я думаю, каждый найдет свою нишу, с которой он будет пользоваться чаще всего. Кто-то будет только цифровать видение, кто-то только играть, кто-то только лазить в интернете. В общем, я думаю, большинству абсолютно большинству данная приставка очень пригодится. Итак, приобрести вы можете в интернет-магазине netwell.ru. Там же можете приобрести беспроводную клавиатуру, с которой значительно удобнее и комфортнее бороздить просторы интернета и лазить в плей-маркете. На этом все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok